Добрый день! С вами Клуб Столский. Сегодня в летной школе мы с вами рассмотрим, что же такое Тректор Бим. Ну или так, в переводах еще одноголосных Звездных Войн луч слежений. Что, собственно говоря, для этого нам нужно? Первое. Ну, вот, собственно говоря, сама карта Тректор Бима. Она входит в слот пушек, как ни странно. Хотя сама по себе повреждений она не наносит. Дальше. Непосредственно сам жетон Тректор Бима. Ну и дальше кубики и линейка расстояний. Предположим, что как и должно быть, у Мист Хантера есть Тректор Бим. Он будет... В данном случае мы не будем смотреть на инициатива, которая написана на карточке непосредственно самих кораблей и здесь. Предположим, что он будет ходить, активироваться первым. Что, собственно говоря, он делает? Ну, как написано в карточке. Мы проверяем расстояние от одного до трех. Здесь, допустим, это будет два. И бросаем стандартные кубики атаки. У нас есть здесь, в данном случае, два попадания. Поскольку это атака, то, естественно, оппонент может бросать свои кубики. Ну, допустим, здесь ему не повезло, он не смог уклониться. И, соответственно, наступает определенное условие. Первое. Когда атака попадает, защищающийся корабль, то есть, соответственно, Тай Файтер забирается все значения попаданий, он не наносится повреждений, он получает жетон Тректор Бим. Дальше. Что, собственно говоря, сам Тректор Бим по себе даст кораблю? Первое. Самое простое. Когда у вас есть жетон Тректор Бима, Тай Файтер будет не в три кубика бросать на уворот, а два. Он забирает одну верткость Agility. Дальше. Помимо того, что оно забирает Agility, вам надо помнить, что жетоны Тректор Бима также забираются в конце хода, как и, в принципе, большинство других жетонов. Что еще происходит? Если вы попадаете на малый корабль, то есть такой, как Тай Файтер, то происходит одна особенность. Можно сказать, что вы частично получаете над ним контроль. Вы можете сделать, в принципе, две вещи. Первое. Это вы можете использовать шаблоны единиц. В принципе, единственное, что вам нужно будет. И либо сделать Boost, либо вы можете сделать Barrel Roll в любую сторону. Вот направление. И, собственно говоря, куда попадает Barrel Roll, его выбирает тот, кто нанес вам жетон Тректор Бима. Что еще надо помнить? Вы можете его ставить на стероиды, на бомбы. И это может быть как и при Boost, так и при Barrel Roll. Потому что это запрещено при стандартных правилах Barrel Roll и Boost. Однако, то, что вы делаете, это не действие и не маневр. Это именно написано в самих правилах. И специально в них же указано, что это может привести к тому, что он будет переходить на или ставиться на другие препятствия. Ну, кроме кораблей. Поэтому, собственно говоря, Barrel Roll еще позволяет либо подвести, ну или Boost, они позволяют либо подвести корабль оппонента непосредственно в зону поражения, поставить его в неудобное место для маневрирования, чтобы его вынесло, допустим, за пределы поля или что-то подобное. Это как раз он и делает. Также, это можно дополнительно сказать, если ваши корабли, допустим, с высокой инициативой, например, как здесь, 9, они будут атаковать впоследствии этот корабль, уже даже после исполнения Barrel Roll и все остальное, потому что их исполнение не забирает жетон. Жетон забирается в конце хода. То, соответственно, этот корабль будет бросать стандартные свои кубики атаки, а вот корабль, у которого все еще есть жетон, будет бросать на один у ворот меньше. Жетоны у ворота, которые ставятся как жетоны именно рядом с моделью, они не забираются. Забирается только значение agility. То есть, соответственно, меньше бросков кубика. Вот это, собственно говоря, и все, что можно сказать о Тректор Биме. Это само по себе свойство не убивает, не уничтожает оппонента, но она может достаточно серьезно повредить или даже привести к последующему поражению врага. Поэтому знать это очень полезно. И сейчас все больше и больше мы можем увидеть ее даже на турнирных столах. С вами был Куб Спиллскейп. Оставайтесь с нами. Смотрите наши следующие видео. Субтитры сделал DimaTorzok